Тема номер один на заседании КЧС – это появление новой управляющей компании под названием «Благо». Пермские коммунальщики пришли на место легендарной компании «Уралмонтажстрой» и унаследовали все проблемные дома. Насколько будет благочестива управляющая компания «Благо» и превратит ли она неблагополучный жилой фонд в благополучный, покажет время. Поэтому они являются у нас единственными участниками, будет заключен с ними договор управления. Преступления не обязаны будут до конца марта. И все к тем же проблемным гостинкам. В домах коридорного типа в Березняках с начала года произошло 11 пожаров. В основном горели горы мусора в подъездах. С первых этажей дым поднимался вверх и перекрывал единственный путь к спасению. Все это создает угрозу даже при возникновении самого рядового пожара. Ситуация может перерастись в чрезвычайную ситуацию, с большим количеством пострадавших. Яркий пример того, что жить в домах коридорного типа действительно опасно – недавний случай в Чусовом. Там во время пожара в общежитии погибли 6 человек. Чтобы трагедия не повторилась в Березняках, ответственные лица сейчас составляют свой черный список адресов. А после решено прошерстить подвалы и чердаки, чтобы выгнать оттуда бомжей. А также усилить патрулирование домов коридорного типа. Возможно, в будущем в этих зданиях проведут систему пожарооповещения. Правда, вот не разберут ли ее на болтике сами жильцы. Продолжим тему пожаров. Но уже в частном секторе. К каждому третьему гидранту не подступиться. Такой вывод сделали огнеборцы после очередной проверки. Вот буквально сегодня утром сгорел дом на Ярославской, 19. Пожарные не смогли подобраться к ближайшему источнику воды и потеряли драгоценные минуты. В ближайших выпусках мы более подробно вернемся к этим темам. Дмитрий Сидельцев, Сергей Коленник, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Новости на ТНТ. Продолжение следует...